МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте мы сначала разберемся, чем занимается Ваше управление, чтобы было понятно, для чего именно Вас мы пригласили. Сотрудники нашего управления следят за соблюдением законодательства в сфере рекламного бизнеса и размещения торговых павильонов и киосков. Сотрудники нашего управления при ежедневной работе – это обследование территории города и выявление таких незаконно размещенных на территории города различных объектов. При выявлении незаконных рекламных конструкций сотрудники выдают предписание. Сначала выявляют владельца собственника, затем выдают предписание. Если это реклама, то сроком исполнения на 30 дней. Если это временное сооружение, то сроком исполнения на 14 дней, в течение которого собственник объекта должен устранить данное нарушение. Вот у меня сразу вопрос. Все-таки пытаются сразу устранить или начинают искать адвокатов, юристов, спрашивать, а что не так? Пытаются как-то сохранить вот это? Ну, по-разному бывает. Некоторые собственники просто не знают о том, что необходимо было получить соответствующее разрешение администрации города. Некоторые собственники сознательно размещают. Ну, большая часть все-таки сознательно размещают и не торопятся, к сожалению, исполнять требования выданного предписания. Большая часть конструкций, конечно, на территории города расположена на фасадах с различных зданий, сооружений, каких-то заборах. И часть конструкции, это отдельно стоящие, они располагаются на муниципальной земле. Это, ну, в основном, это счетовые установки размером 3 на 6 метров. На сегодняшний день, правда, в связи с концепцией, принятой по размещению наружной рекламной территории города Рязани, немножко этот формат меняется. Но, тем не менее, на самом деле, если это частная собственность, и собственник хочет разместить рекламную конструкцию на ней, то есть он должен заключить некий договор с собственником недвижимого имущества, собрать необходимый пакет документов и прийти в МФЦ по адресу, это многофункциональный центр города Рязани, который оказывает услуги населению по адресу почтовой 61, где подает необходимый пакет документов, и затем в течение двух месяцев он просто ждет и в уведомительном порядке получает разрешение. Ну, либо отказ, если это рекламная конструкция, ну, не соответствует, допустим, той же концепции. Бывает так, что жители обращаются к вам и говорят, улица у нас некрасивая, очень много баннеров, хотим наблюдать деревья, солнышко, а смотрим на какую-то непонятную рекламу. Бывает такое? Ну, бывает, конечно, у нас жалобы поступают от граждан, которые, ну, чаще всего, это рекламные конструкции, которые размещают, опять же, на тех же фасадах зданий, и люди жалуются на то, что им не нравится облик. Есть еще рекламные конструкции, которые размещаются на муниципальной земле. Ну, либо государственная собственность, которая не разграничена, но она все равно находится в пользовании муниципалитета. В этом случае, ну, может быть, не так все просто. Здесь уже включается механизм проведения торгов, аукциона под размещение на любой рекламной конструкции. Мне кажется, рекламодатели должны знать об этих процедурах. Да, потому что на муниципальной земле, как правило, размещаются... Даже тот же менеджер, который продает место, да, вот, ну, что-то, где это будет, все должны это знать. Да, это, как правило, большие рекламные фирмы, которые, они все законы, ну, по крайней мере, в сфере рекламы они знают, но, опять же, не всегда, не все их исполняют. Какие улицы стали чище в последнее время? Какие баннеры убрали? Не будем говорить о конкретной рекламе, просто где их стало меньше? Вот в прошлом году, это в 2013-м, нашим управлением совместно с МКО техобеспечением сотрудниками, значит, было, ну, все улицы города освобождены от транспарант-перетяжек. То есть это те тряпки, которые... Болтались? Да. Под снегом и дождем, и ветром? В том числе болтались, они были размещены над проезжей частью. Вот, все рекламные поля, то есть непосредственно дряпки, мы закончили работу по их уборке. Вот, на сегодняшний день остались, к сожалению, опоры еще размещаться, этих транспарант-перетяжек. Но часть собственники добросовестные убрали, демонтировали в добровольном порядке. И сейчас, вот, начата уже работа, которая планируется, ну, ориентировочно весной, то есть провести и закончить, это демонтировать принудительно те опоры транспарант-перетяжек, которые еще стоят на территории города. Я думаю, конфликты должны быть с теми, кто законно установил, например, киоск или небольшой павильон. Исчезло несколько таких в центре города. Ну, расскажите вы, наверное, где? Да, действительно, на площади Ленина это буквально до недавнего времени располагалось два торговых киоска за памятником. И один чуть сбоку, ну, привязка его по улице Краснорядская, дом 1, идет. Здесь все киоски размещались на законных основаниях. Были по поручению главы администрации, были проведены переговоры с собственниками этих киосков о том, чтобы все-таки в добровольном порядке они смогли переместить их в какие-то другие места, потому что все-таки центр города. Тут речь о том, что некрасиво. Не хотелось, да. То есть сейчас осталось провести работу по благоустройству вот этих мест, где стояли. Может быть, можно сейчас открыть небольшой секрет, какие еще киоски планируют убрать, чтобы жители как-то привыкали к этой мысли, да и владельцы киосков, наверное, тоже. Ну, точные адресные ориентиры я не скажу, да, пожалуй, сейчас. Единственное, могу сказать, что на сегодняшний день порядка 40 временных сооружений, да, которые на территории города размещаются незаконно, со всеми предпринимателями, да, собственниками этих торговых палаток и киосков проводится работа, то есть выдано предписание. Сейчас люди либо идут, получают разрешение, вот, либо, ну, в ближайшее время будут демонтированы. Ну, один из последних примеров – это на привокзальной площади станции Рязань-2, то есть был убран тонар торговый буквально на прошлой неделе в принудительном порядке. Вот, собственник проигнорировал предписание, но, тем не менее, был вывезен. К тому же, хочу обратить внимание, что собственники всех рекламных конструкций временных сооружений, если принудительно вывоз был осуществлен, вот, то собственники, если хотят вернуть свое имущество, они должны возместить все затраты, понесенные при демонтаже и транспортировке, ну, их объекта, имущества. То есть лучше, чтобы красиво, законно и сразу как нужно? Ну, конечно, потому что на демонтаж, например, тех же торговых киосков, да, привлекается довольно-таки много людей. Это техника, кран, как минимум, метр. Да и нервов не меньше, на самом деле. Ну, конечно. Что бы вы посоветовали тем, кто планирует разместить либо киоск, либо рекламу, вот сейчас, пока есть еще возможность пересмотреть свои взгляды и убеждения, что-то исправить в своих планах? Ну, не стоит ждать, пока наш сотрудник придет к предпринимателю, у которого незаконно размещены вот эти объекты, да, лучше пусть... Магомед идет в горе. Да, идут все-таки, получают разрешение в кратчайшие сроки, время. Ну, у нас получается просто ситуация такая, что хочу, ну, немножко вот забежать, может быть, вперед, но у нас активизируется очень серьезная работа в плане демонтажа рекламных конструкций особенно. Вот. И в ближайшие, я думаю, пару месяцев мы увидим несколько другую картину, и многие поймут, что все-таки... Был в этом смысл. ...приехать, да, и демонтировать эту рекламу. Потому что, на самом деле, мы в ближайшие пару месяцев планируем демонтировать порядка 400 объектов на территории города, по которым уже выдано предписание, но собственники пока ждут, наверное, на что-то надеются. Правда, непонятно на что. Мы будем надеяться, что город действительно будет краше, будет светлее. Это была программа подробностей. До новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин